Тестируем новый бренд Богения. Знаете же бренд Top Face? Вот это из той же оперы. Вы сейчас просто будете в восторге от упаковок. Бренд, причем, довольно доступный по цене. Но вот упаковки, как у Top Face, знаете, прям как у уверенного мидл-сегмента. У меня тут целая куча всего от этого бренда. И куча кистей, и различные средства для лица, для глаз и для губ. Давайте все тестировать по порядку. Вы на канале Саша Бьюти Блогер Ваша. Добро пожаловать! И не забывайте, конечно, подписываться, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Начинаем мы с базы под макияж. У меня здесь есть два праймера. Один сияющий, другой матовый. Просто смотрите, как все оформлено, упаковано. Просто вы смотрите на эту люксовую упаковку. Она прям такая стеклянная, очень классно стильно выглядит. И я беру у них сияющий праймер, потому что у нас будет матовый тональный крем. У них в ассортименте есть также вот такой матирующий праймер. Он белого цвета. Хочу просто посмотреть, какой он по текстуре. Он как крем распределяется, при этом очень легкий. Не похож на затирку для пор. Очень приятно пахнет. Прям так люксово. Давайте пусть он пока подвпитается, а я нанесу сияющий праймер. Он фиолетового цвета. Я вижу там прям мелкий такой шиммер. Подматовый тональный крем, сияющий праймер. Это просто божественно выглядит. Я открою их пудру. Тут есть зеркало, чтобы было удобно краситься. Давайте нанесем эту сияющую базу. Сначала нанесу ее на одну сторону лица. Тоже очень приятно пахнет. Ну такой вот крем. Вы знаете, хороший кремовый аромат. Мелкий-мелкий шиммер в составе. Она не жирная по текстуре, она довольно легкая. Бренд представлен на Wildberries. У них есть еще классный уход. Я пробовала уход для волос. Мне очень нравится. Опять же, эстетика вау просто. Сразу так подувлажняет кожу эта сияющая база. Немножко ее подсвечивает дополнительно. Хотя у меня кожа и смап себе довольно сияющая. Убирает сухость. Если сравниться второй стороной, здесь кожа более сухая. Здесь более подготовленная, поднапитанная. Подсвеченная. Кстати, вот матовый праймер, он подзасох. И мне кажется, что для жирной кожи будет хорошо. Но, возможно, под какой-то более легкий увлажняющий тон. Она прям так разглаживает, подблюривает кожу. Как будто даже вот по ощущениям и визуально. Классная история. Но вот матовые базы я, наоборот, люблю. Под какие-нибудь увлажняющие тональные кремы. Чтобы уж не слишком сиять в течение дня. Когда нужно подольше походить. И тогда матовая база помогает сдержать жирный блеск. Не сделать лицо слишком жирным. А подматовые тонны, наоборот, люблю сияющие базы. Такая вот я интересная. Напишите, есть ли вы так же. Еще у этого бренда есть очень интересная помада. Мы с вами, конечно, будем тестировать. И свочить мы с вами тоже будем. Очень интересный запуск. Напишите, кто вообще уже слышал про этот бренд. Там уже очень приличный ассортимент. Нанесла базу на всю кожу. Уберу я все-таки волосы, чтобы не мешали. И мы перейдем к тональному крему. У меня он в оттеночке Ivory. Вы тоже посмотрите, какая упаковка. Вот умеют они, конечно, сделать, что Top Face, что вот этот бренд Богиня. Это, мне кажется, потрясающе. Выдавливаем. Немножко я уже там все чуть-чуть потестировала. Не сильно, чтобы все-таки был эффект такого первого впечатления. И давайте нанесем этот тон. Кожа подготовлена. Причем база, она не оставляет излишней жирности, излишней липкости. Но ощутимо так прям смягчает кожу. И наносим тональный крем. Он имеет легкий желтый потон. У меня сейчас кожа немножко подзагоревшая. Неплохо прям все скрывает. Причем довольно так растягивается хорошо. Он пигментированный. Можно растянуть в тонкий слой. При этом он прикроет многое. У меня тут около крыльев носа немножко суховатые участки. Подсушилась кожа в последнее время. И его прям надо чуть-чуть. Как я уже сказала, он очень хорошо растягивается. И лучше растягивать, чтобы слой был потоньше. С этой сияющей базой, которая немножко подсвечивает кожу изнутри, это выглядит просто потрясающе. По итогу выглядит довольно светлым. Плюс у нас еще сейчас будет консилер. И все это выглядит пока что очень даже. И вблизи вообще-то все очень-очень прилично. Есть страх, что ляжет суховато. Немного он западает в складку на подбородке, но это часто такая история. Особенно с матовыми тональными кремами. Теперь перейдем к консилеру. Пока мне честно понравилось. Хотя вы знаете, что я очень осторожна с матовыми тональными кремами, но пока все нравится. Консилер. Матовый вилетовый консилер в оттенке айвори. Это тоже вроде бы 001. Тоже светленький. И давайте нанесем его под глазки. Немножко можно вот так вот на крылья носа, где я побоялась много тона наносить. И распределяем. Распределяется очень легко. И он достаточно подсвечивающий. Я люблю эффект подсвечивания. При этом хорошо перекрывает. Не сухой. Я бы не сказала, что он матовый, потому что все-таки есть эффект сияния под глазками. Мне кажется, получается очень красиво. По-моему, вся эта история хорошо очень легла на кожу. Хорошо все скрыла. Все мои цветовые нюансы основные. Кожа прям классная. Липкости тон не оставляет. Вблизи все выглядит хорошо. Мне пока нравится. Очень комфортно кожей. И классно выглядит внешне. И консилер еще не супер сухой. Написано, что он матовый. Но я, если честно, рада, что он с легким эффектом подсвечивания. Скатывается пока что без закрепления пудры. Но это нормальная история. Мы, конечно же, все будем закреплять пудрой. Кстати, возможно, консилер еще подфиксируется и станет более матовым. Но пока это выглядит очень хорошо. И так. Но консилер мы будем закреплять чуть попозже. Давайте сначала нанесем кремовое средство для лица. Тут есть стики-контуринги. Я обожаю эту категорию средств. У меня они в двух оттенках. Там еще есть третий оттенок. Очень красиво у них в ассортименте. Но мне он показался довольно темным. Давайте посмотрим, какой мне больше понравится подойдет. Мне кажется, 0.1 будет потеплее. 0.2 более прохладненький. С теплиночкой, но более прохладненький. Давайте нанесем его сразу из стика. Попробуем. А, у нас же есть кисти. Сейчас я найду кисть для кремовой коррекции. Совсем забыла. Все, сейчас откроем. Все кисти в таких вот отдельных индивидуальных упаковках. Такая вот кисть под названием Tulip. Тут название есть на обратной стороне. Я надеюсь, стик еще не зафиксировался окончательно. И мы распределим его кистью. Такая форма идеальная. Она в форме лапки. Я просто обожаю кисти для кремовой коррекции с такой формой. Это суперудобно. Ей можно наносить вообще любую кремовую коррекцию. При желании можно наносить тон. Нанесем на вторую сторону. Распределился очень легко. И цвет с легкой теплинкой, но очень красивый. Я такое очень сильно люблю. Мне кажется, что супер огонь. Можно даже здесь поднаслоить будет. Тут видите, ярковато получается. Побольше будто бы нанесла. Кисть шикарная. Она в меру мягкая. При этом хорошо все тушует. У нас, правда, еще будет скульптор в палетке. Но я немножко еще поднаслою, чтобы сравнять две стороны. Здесь я побольше нанесла. Но прохожусь спонжем с тоном, чтобы излишки убрать. Я бы этой кистью и тон нанесла, если бы я прям любила наносить тон кисточками. Я пока не наношу по периферии, чтобы нанести сюда скульптор из палетки. Мне очень понравился стик. Он очень легкий в работе. Красивый оттенок. 0,1 потеплее. Еще захотелось попробовать 0,3. Ну, я люблю вот такую тепловатую немножко историю. Хотя здесь, знаете, все в меру. То есть теплинка в меру очень красиво подчеркивает рельеф, мне кажется. Вообще очень нравится. Давайте теперь припудримся. Я сейчас смотрюсь в пудру в оттенке 101. У меня есть также пудра в оттенке 102. Я так предполагаю, что она более темная. Да, она с легким таким желтоватым подтоном. Давайте ее и нанесем. Здесь был спонжик вот такой вот. И отрываем защитную пленочку. И ищем следующую кисть для пудры. Такая вот есть большая кисточка. Мэллоу. Очень приятная, пушистая, приятная ручки. Такое яркое оформление, интересное. И давайте наберем вот эту пудру. Заодно, кстати, закрепим наш консилер. Пройдемся по одной стороне лица. И смотрите, как сразу матирует. Одним взмахом кисточки. Можете сравнить прям даже две стороны. Все заблюривает, все заглаживает, все матирует, что нужно. Прям активно матирующая пудра. Немножко под глазки, правда, ее меньше надо наносить. Мне кажется, что под глазками чуть-чуть подсушило. В основном это пудра именно для лица. Да, сразу кожа прям очень матовая стала. И кисть шикарная. Пудра лайк, но имейте в виду под глазами аккуратно. Теперь давайте откроем палетки для лица. Беру сразу вот такую кисть. Флокс для скульптурирования. Немного такая скошенная. Палетки для лица у меня тоже в двух оттенках. В 01 и 02. Палетка со скульптором и хайлайтером, что ли. В 01 оттенке. Такой вот светленький скульптор и светленький хайлайтер. 02 оттенок. Здесь будто бы скульптор чуть потемнее, потеплее. И более желтоватый хайлайтер. Давайте попробуем 01 оттенок сначала. Тут тоже зеркальце. И давайте нанесем. Набираю это кистью. Довольно активно перебегает. Закрепляем нашу коррекцию. Можно, кстати, еще взять кисть побольше. Дейзи. Чтобы более вуально наносился скульптор. Ей прям вот так можно делать. Этой кистью Флокс более точно скульптор наносится более плотно. И по периферии вот этот скульптор нанесем. Вот эта кисть еще подойдет для румяна. Очень хорошо. Дейзи. Наносим по периферии. Доль линии челюсти. Здесь можно взять вот эту кисть. Она более точно нанесет. Кстати, не сильно пылит продукт, но он довольно активно перебегает на кисть. Для безопасности можно избавляться от излишков пигмента. И такой кистью будет удобно очерчивать носик. Чуть-чуть уплотнили, так сказать, нашу коррекцию. Оттенок скульптора этого мне нравится. Он прям, мне кажется, для светленьких будет хорош. Можно еще попробовать вот этот скульптор потеплее. В качестве бронзера тут точно уже широкой кистью надо наносить. И можно немножко его на центр лица. Опять же, как бронзер. Бонзер углубим и добавим объемов еще. Скульптор в палетках прикольный. Давайте попробуем хайлайтер. В первой палетке под номером 1. Для хайлайтера предлагают использовать вот эту вот кисть. Она большевата на мой вкус. Есть еще вот такая кисть Азалея. Среднего размера такой бочонок. Ей можно наносить кремовые румяна, например. Можно попробовать ей нанести хайлайтер. Набираю светленький из 0.1 оттенка. Она как раз поможет точечно на выпуклой зонах хайлайтер нанести. Очень красивый жемчужный хайлайтер. Ложится в такой россыпи блесток не очень крупных блесток. Нежный, не вырвиглазный. Немножко наслаивается, вполировывается. При этом заметный. Давайте попробуем из 0.2 оттенка. Более такой желтоватый. Нанесем сюда. Мне кажется, что жемчужный, он поярче. Он дает более влажный блик. Вот этот в 0.2 оттенке, он поспокойнее. Но тоже, кстати, ложится довольно красиво. Давайте его нанесем на центр носика немножко. Есть легкий-легкий золотистый подтон. Но это не сильно бросается в глаза. И в моем случае даже допустимо. Хотя вы знаете, что я не люблю прям золотистые хайлайтеры. Но тут очень хорошо смотрятся. Причем они ложатся не сухо оба. На уже припудренное лицо. И это тоже большой плюс. Мне нравятся очень сильно эти палетки. Причем я пока затрудняюсь сказать, какая из них лучше. Ну, наверное, 0.2 она просто потеплее по цветовой гамме. А 0.1 она подойдет прям светлокожим. Светлокожие ликуйте. Прям лайк. Немножко хочу добавить румяну. Давайте возьмем вот эту вот кисть. Фризия. Как-то так, наверное, читается. Идеальная форма для румяна. Она тоже немножко такая приплюснутая. Возьму румяна от Top Face, раз уж такая пьянка. Набираю. И немножко нанесем. Много не буду наносить, чтобы придать свежести. И чтобы протестировать кисть. Кисть огонь. Хорошо, нежно наносит. Точечно. И на вторую сторону. Сразу смотрите, так захватывает, как лапкой. Область нанесения. Можно также более точно еще нанести. Ей, кстати, тоже можно было бы хайлайтера наносить этой кистью. Потому что есть вот такая вот немножко приплюснутая часть. Немного румяна на центр лица. Кисти для лица мы с вами попробовали, по-моему, все. И средства лица мы с вами тоже попробовали, по-моему, все. Теперь приступим к бровям. И у меня от этого бренда есть воск для бровей с коллагеном и эффектом ламинирования. Опять же, все эти упаковки просто сводят меня с ума. Зачем так стильно? В наборе небольшая щеточка и вот такой вот гель для бровей. Где-то вы это уже видели, как думаете? Розовая баночка. Очень стильненько, красивенько выглядит. И давайте наберем этого геля. Он как желешко. Немного распределю по ручке, чтобы убрать излишки. И давайте уложим им бровки. Моментально разглаживает. Заглаживает и ставит брови так, как вообще вздумается просто. Моментом. Кстати, у нас же есть кисть для бровей. Вот эта вот кисть из набора. Она кстати довольно удобная, но у меня длинные ногти. И мне моментами прям не схватиться нормально. Давайте попробуем вот эту вот кисть. Сравните две бровки. Гель для бровей. Очень круто их уложил. Итак, кисть называется Астер. С одной стороны маленькая кисточка, с другой стороны щеточка для бровей. И давайте мы попробуем ей уложить вторую бровь. Начинаем. Ей чуть удобнее в плане того, что большая площадь самощетки. Но опять же из-за большей площади самощетки вот так вот менее удобно. Но кстати она гнется, по-моему. Можно вот так ее подсогнуть и залезть в банку побольше. Такой вот вам лайфхак. И тоже все максимально прилизывает. Реально эффект ламинирования. Ну красота. Я уложила чуть поспокойнее. Этим гелем можно прям вообще эффект волчий создать. Я все-таки решила чуть более натурально. Давайте дадим зафикситься и добавим помадку для бровей. Ну это очень классная тема. Я такое люблю, если оно стойкое. Я еще в конце дня подсниму, как это все носилось. Дальше переходим к глазам. И для глаз у нас есть две палетки теней. Давайте их откроем. Посмотрим, какие у нас там цветовые гаммы. 001 и 002. У меня сегодня еще вечером вечериночка. Мне нужно как-то так подкрасться нормально. Просто еще раз оцените упаковки. Просто посмотрите, как упакована палетка теней. В доступном бренде. Открываем. Смотрим на цветовую гамму. Первая палетка под номером 002. Она у нас такая розоватая, с тепленьким каким-то потончиком еще есть оттенки. Есть такой лиловенький цвет, но больше все-таки настроение розовое. Давайте откроем вторую палетку. Роскошь роскошная. И смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас прям база. База базовая. Идеальная палетка в такой бежево-коричневой гамме. Очень классно тут все распределено. Здесь оттеночки посветлее, здесь что-то среднее, а здесь оттеночки потемнее. То есть все вот так вот по градации. Слушайте, ну мне нравится, конечно, вот эта цветовая гамма сейчас больше. Но у меня, кстати, что у меня будет? У меня будет зеленый костюм вечером, но золотистые украшения. И, возможно, вот под золотистые украшения вот такая цветовая гамма лучше подойдет. А отдельно потом можем протестировать вот эту палетку. Какую, кстати, цветовую гамму выбрали бы вы? Коричнево-бежевую или вот такую с розоватым уклоном. Естественно, тут зеркальце, звуки распаковки. И у нас на веках остаточки консилера, который мы наносили. Мы, конечно, можем миксовать и можем что-нибудь добавить вот отсюда. Особенно меня, конечно, интересует вот этот оттенок. Блин, такие блестки красивые. На самом деле для глаз тут прям приличных кистей. То есть есть и для кремовых текстур. У нас кремовых теней нет. Сейчас это у нас кисть называется Лили. Прям очень удобная форма для кремовых текстур. Ну, кстати, ей еще можно наносить сияющие оттенки. Может быть, мы ее и попробуем. Я вот такими кисточками как раз-таки обычно и наношу кремовые тени. Есть базовая кисть для растушевки. Мимоза. Вот с нее мы и начнем. Возьмем ей вот такой вот тепловатый оттенок. Я бы еще смешала его со светлым, чтобы немного смягчить. И наношу в орбитальную складку. Такой он прям тепленький. Кстати, можно еще его вот с этим смешать из розоватой палетки. Мне кажется, что этот оттенок прохладнее. Но они прям такие, знаете, пигментированные довольно-таки. Я ввожу и того немножко, чтобы более нейтрального эффекта добиться по оттенку. Надо еще не забыть помадку для бровей. Добавить к нашему воску. Брови зафиксились очень сильно. И на вторую сторону сначала тепловатый оттенок. Кисть очень мягкая. Ей очень удобно будет прям такие широкие тушевки делать. В повседневном макияже, например. И беру из второй палетки оттенок флер. Добавляю немного сверху. Прям круто тушует. И тени круто тушуются. Дальше по кистям. Что еще тут есть? Бочонок для нижнего века. Кисть Rose. Тоже полезная форма на все времена. Я беру вот этот оттенок посередине. Nude. Наношу его на нижнее веко. По пигментации у теней все супер. Не нужно миллион раз наслаивать. Главное хорошо потом растушевать. Они прям хорошо схватываются. Хорошо сцепляются с веком. Мне, конечно, не дают покоя сияшки вот в этой палетке. Мне еще вот этот очень нравится. Такой, знаете, коричнево-бронзовый. Давайте вот его нанесем на подвижное веко. Мне кажется, он тут очень хорошо впишется. Красота. Я знала, что по-любому использую сияшку вот отсюда. Я не беру розовую. Ладно, так уж и быть. Потому что все-таки у нас такая гамма получается бежево-коричневая. А давайте нанесем сияшку вот этой вот кистью. Лили, вот эту попробуем. Хорошо наносится. Ну, пальчиком, конечно, быстрее перебегает. Ну, и кистью можно нанести. Если вы пальчиком не любите. Мне кажется, пальчиком поплотнее, поярче. Но это всегда так. Хочу открыть кисть вот эту вот плоскую. Она идеально, кстати, подойдет для нанесения пигментов рассыпчатых. Особенно пиони. Она такая довольно плотненькая. Но я ей попробую нанести вот этот светлый оттенок во внутренний уголочек глазика. Но вот эта кисть, она, конечно, больше подходит для более рассыпчатых текстур. Потому что она хорошо подхватит и хорошо перенесет на веко. Либо для кремовых теней, либо для подчищения. Давайте возьмем следующую кисть, которой, может быть, лучше будет наносить сухие тени. Это поппи. Такая маленькая кисточка для какой-то точечной проработки. Можно ей попробовать поднаслоить светлый оттенок. Он очень красивый, кстати. С красивыми блестками. Ей можно также стрелочки рисовать. Мы, может быть, сейчас попробуем. Ей можно растушевывать карандашики. Давайте вот отсюда нанесем вот этот оттенок золотой. Ближе к внутреннему уголочку. И все-таки вот этой кистью лучше наносить сияшки. Вот такие возьмем еще раз вот этот оттенок. Нанесем его ближе к внутреннему уголочку. Чуть-чуть смешаем. Дальше можно взять вот этот оттенок. Нанести его ближе к внешнему уголочку аккуратненько. Немножко его затемнить. Если надо, потушевываем границы. Берем вот эту кисть тонкую. Берем вот этот оттенок. Проходимся по ресничному контуру. На нижнем веке, чтобы выделить нижнее веко. И с другой стороны, вот для таких детальных проработок, например, эта кисть подойдет. Бочонком для нижнего века можно потушевать границы предыдущим оттенком. Чтобы немножко смягчить. У нас еще есть кисть. Но она для бровей подходит. Но и для стрелок она подойдет. Вот скошенная кисточка Pansy. Она прям такая тоненькая. Можно попробовать нарисовать стрелки вот этим вот самым темным оттенком. Можно попробовать хотя бы форму задать. Вот так. Из нижнего века эти стрелочки вытягиваем. Мы делаем стрелочки небольшие. Берем опять же эту тонкую кисть. Немножко можно излишки продукта, который был на ней, стереть об ручку. И набираем снова этот оттенок. Достраиваем немного стрелку. На верхнее веко ее распределяем. И немного еще здесь уплотняем. На нижнем веке во внешнем уголочке. Так вот быстро просто получается такая мини-стрелочка. В очень красивом, кстати, коричневом оттенке. И давайте такое попробуем повторить. На втором глазике. Тоже из нижнего века. Выстраиваем стрелку. Немного подравниваем. И берем кисть поменьше. Достраиваем. И вот так вот все это получается у нас. В целом тени очень-очень рабочие. Мне нравятся цветовые гаммы. Хорошие сияшки. Хорошие матовые оттенки, которые хорошо тушуются. И прям, мне кажется, отличные базовые палетки. Это я прям ставлю лайк. Накрасим ресницы тушью. Тоже беру тушь от Top Face, которая перекручивается. Тяжело мне пока обуздать вот эту тушь. Но, ладно, вроде бы получилось ничего. И давайте разберемся со средствами для губ. У меня от этого бренда есть кремовые помады с атласным покрытием. Есть матовые помады. И есть целая серия вот таких вот гелевых помад. Давайте попробуем разные помадки, чтобы понять, что вообще есть у этого бренда в ассортименте. И начнем мы, наверное, вот с этих гелевых помад. Оттенки сейчас посмотрим. Будем брать наугад. Не факт, что угадаем с первого раза. Я беру первый оттенок гелевые помады. Это у нас оттенок Pink. Вряд ли, конечно, он нам подойдет под наш макияж. Давайте просто посмотрим. О, какая она красивая! Это роскошь! И пахнет она приятно. Но это прям люксово. Но оттенок, конечно, не под этот макияж. Мне нужно что-нибудь нюд или коричневое. Нейчерл. Давайте посмотрим, что у нас за оттенок Нейчерл. Ну, конечно, оформление у этих помад какое-то на грани роскоши. Давайте посмотрим оттенок Нейчерл. Ну, кстати, может быть и неплохо сюда подойдет. Мы будем сводчить эти помады. Это именно, скорее, помада бальзама. У меня, конечно, губы в отвратительном состоянии. И мне сейчас такие оттенки нельзя. Но по текстуре помада супер приятная. В моем случае сейчас такие оттенки будут подчеркивать все. Давайте еще какой-нибудь оттенок попробуем найти. Может быть, поярче. Ну, это вот прям такие помады-бальзамочки. Это прям нют-нют. Вот такой оттенок натуральный можно под более темный контур. Вот карандашик. На карандашик. Оттенок карамель 001. Подсотрем. Вот это. Они еще как будто увлажняющие. И нанесем оттенок карамель. Подходит под этот макияж. Оно, опять же, я бы наносила под более темный контур. А так очень даже. Этот оттенок уже не выделяет шелушение визуально. И помада, как я уже сказала, по текстуре прям мое. Я прям такое очень сильно люблю. Давайте попробуем матовую помаду. Так, что по оттенкам? Dragon Fruit. Nothen Light. Tropical Blossom. Italiano Gelato. Ну, давайте посмотрим, например, на Italiano Gelato. Тут у меня 5 оттенков этих матовых помад. Надеюсь, что подойдут. К этому макияжу какие-нибудь протестируем с вами текстуру. Кстати, я забыла все-таки добавить помадку для бровей. Так, нет, я не угадала. Это прям розовый оттенок. К макияжу он не подойдет. Поэтому давайте посмотрим дальше. Tropical Blossom American Guava. Если все будут розовые, тогда просто нанесем, посмотрим на текстуру. Все так запечатано в отдельных коробочках. Вот это должен подойти. Подсотрем. И давайте нанесем вот эту вот матовую помаду. Ммм, какой оттенок. Очень удобный аппликатор. Кстати, опять же, если бы вот эта кисть пенси не была бы уже испачкана, можно было бы ей подчищать контур. А так я подчищу пока что той, которая для бровей. Оттенок очень красивый. Помада немного фиксируется. Приобретает бархатный финиш. Кстати, она очень комфортная. Пока нет никакой липкости. Она пока не ощущается прям тяжело. А кто меня давно или какое-то время смотрит, знает, что я прям не любитель матовых помад. Как раз таки из-за их дискомфорта. Здесь вроде бы все очень даже хорошо. Если бы у меня еще губы были достаточно увлажненными и отскрабированными, вообще бы было замечательно. Давайте все-таки мы вот этой вот кистью для бровей доделаем брови. Беру помадку для бровей немножко. Заполним пустоты. А то как-то это лысенькие бровки. Вроде бы бровки мы немножко подзаполнили. Все это стало выглядеть более симпатично. Давайте сотрим губы. Блин, а помада-то стойкая. Не с первого раза стирается мицеллярной водой. Давайте попробуем еще одну помаду. Вельветовая помада у меня вот в 110 оттенке. Мне показалось, что он подойдет. Она такая тепловатая. Тоже очень симпатично все выглядит. Давайте ее нанесем. Она кремовая, но она прям кремовая матовая. Вот так вот выглядит макияж с этой вот помадой вельветовой кремовой. Она мне по текстуре понравилась. Конечно, мои шелушения сложно не подчеркнуть, но в целом визуально мне кажется, что выглядит прям очень ничего. И средства для губ в целом мне понравились. Особенно вот эта вот гелевая помада-бальзам. Это прям моя история. Вообще, все, что мы попробовали в этом видео от этого нового бренда, мне зашло. И база очень симпатичная. Хотя я не прям фанат баз. И тон хорошо лег и хорошо выглядит. Хоть сияющей базой немножко так пропускает этот жирный блеск. Все это дело. Пудра отличная. Средства для скульптурирования вообще шикарные. Что стик для контуринга, что палетка для скульптурирования. Хайлайтеры очень симпатичные, нежные и повседневные. Палетки теней базовые классные. Гель вот этот для бровей. Воск очень хорошо брови зафиксировал. Кисти шикарные. У бренда можете обратить внимание, выбирайте по тем формам, которые я показывала. И средства для губ. В общем, я считаю, что бренд очень достойный вашего внимания. Купить все, что я вам показала, можно на Вайлдбрис. В инфобоксе я оставлю подробную информацию об этих продуктах. А именно их название и ссылки, где их можно купить. И вообще у меня прям впечатления очень приятные. Надеюсь, это видео поможет вам выбрать что-нибудь новенькое от нового классного бренда на рынке. Делите, конечно, своими впечатлениями. Как вам макияж? Как вам косметика, которую мы попробовали в этом видео? Как вам Кисти? Жду ваши обратные связи. Мы, конечно же, еще встретимся. Через несколько часов я покажу, как макияж будет носиться до конца дня. Спасибо за внимание.